И мы готовы подключиться Анжела Гриценко, организатор волонтерского штаба в Евпатории. Давайте поговорим с ней. Анжела, здравствуйте. Доброе утро, Анжела. Доброе утро, коллеги. Хотели бы рассказать вам про наш волонтерский штаб, который начал свою работу 30 марта. Отвечу на ваш вопрос про волонтеров, почему именно они работают. Все наши волонтеры освоили обучающий курс по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации, имеют соответствующие сертификаты о своей работе. Касаемо передвижения, у нас там у всех есть разрешения. И основной задачей нашего штаба является оказание адресной помощи пожилым людям, людям, находящихся в трудной жизненной ситуации. И основная наша задача – это покупка продуктов, медикаментов и прочая помощь, которая нужна. Анжела, скажите, сколько вообще всего у вас в штабе волонтеров? У нас волонтеров сейчас порядка… Есть те, которые у нас на постоянной основе, а есть те, которые у нас в том числе, если большой наплыв. У нас сейчас порядка… На постоянной основе 15 человек, а так порядка 50 тех, которые могут нам прийти в экстренной ситуации. Этого количества достаточно? Ну, пока мы справляемся. Анжела, расскажите, пожалуйста, очень коротко и, наверное, по пунктам. Главные задачи и в чем заключается ваша адресная помощь? Адресная помощь – это к нам обращаются люди. Это в основном инвалиды, одинокие пенсионеры, ветераны войны к нам обращаются. Те, которые по причине самоизоляции не могут выйти из дома. Они звонят нам на горячую линию, оставляют заявку, что им необходимо. Это либо покупка медикаментов, либо покупка продуктов. Наши волонтеры выезжают по адресу и в магазине, получается, покупают все согласно списка и передают уже адресную помощь. Спасибо большое за информацию, которую вы сегодня нам предоставили. Я думаю, что более подробно можно будет узнать еще и в интернете, если с вами свяжутся. А я напоминаю, что на связи у нас была Анжела Гриценко. Это организатор волонтерского штаба города Евпатории. Спасибо вам за то, что подключились и за вашу деятельность.